Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем учиться расправлять жуков. Я вместе с вами буду постигать этот процесс, потому что я в нем новичок. Это, конечно, не первые жуки, с которыми буду работать, но совершенствоваться еще есть куда. Сегодня у нас несколько жуков, в данном случае это лесные жужжлицы. Я потом вам покажу их поближе. Интересно отметить, что собирал я этих жуков в течение недели, в 20-х числах июля. Каждое утро, идя на работу, я находил одну или две жужжлицы приблизительно в одном и том же месте. Разброс составлял 2-3 метра. Они все лежали на спине. Находил их лежащими на спине. Они просто дрыгали лапами. Никакие попытки перевернуть их не уменьшивались успехом. Они все равно бились в конвульсиях. Я их забирал. Дома они у меня в таком состоянии проводили два или три дня, и потом умирали. Вот. Чего происходило именно так, я понять не могу. Некоторые из этих жуков я оформил как наблюдение в сервисе iNaturalist.org и написал туда комментарии с данным вопросом. Но, к сожалению, пока ответа никакого не последовало. Так что, если вы знаете ответ, то напишите, пожалуйста, в комментариях или другим способом удобным для вас. За время, пока они находились у меня, они, конечно, засохли. Поэтому перед тем, как расправлять, их нужно замочить воду. Я замочил их на двое суток и затем еще вымачивал в обезжиривающем средстве. Есть такая жидкость для обезжиривания и очистки насекомых. Состав написано бензол. Их что нужно встряхнуть. Больше никакой информации о нем у меня нет. Вот. Ну, пахнет как ацетон, но специфический запах жужелиц он все равно не устраняет. Надо отметить, что число видов жужелиц по разным оценкам колеблется от 25 до 50 тысяч видов. В России и сопредельных государствах уже насчитывается около трех тысяч видов. И каждый год открываются новые. Итак, давайте подготовим место для расправки этих замечательных жуков. Ну вот, у нас все готово. Первым делом мы достанем какую-нибудь жужелицу на стол. Давайте выберем самую большую. В данном случае у нас попался экземпляр без одной средней лапки. Пока отложим его. Давайте найдем еще что-нибудь. Так. Мы тоже-ка все лапы целы. Усики целы. Сейчас мы просто тогда немного уберем с него воды. Бумажная салфетка впитает все. Так. Для расправки я использую вот стирательная губка для маркетной доски. Я купил в ближайшем книжном магазине. В принципе они меня устраивают. Итак, мы выбрали одного из жуков. Положим его на столик импровизированный. И приступим к расправке. Первым делом нам надо его перевернуть и закрепить. То есть для закрепления я использую обычные швейные булавки. Аккуратно переворачиваю. Лапки, как видите, очень мягкие. Давайте его закрепим по середке. Так. Креплю я его обычно в районе груди. У них есть небольшие выемки. И я двумя булавками просто под них стараюсь догнать. Две булавки. Теперь надо его немного выровнять. Так. Все. Жук у нас ровный. Вот. Также есть у меня булавочка, которой острие немного замкну. В принципе это делается... Я сделаю еще одну, чтобы мне было удобней. То есть аккуратно плоскогубцами острие так вот загибаю. И мне надо делать крючок просто немного, как кочерга, чтобы получилось. Ну вот, в принципе, этого хватит. И теперь наша задача это вытащить из-под жука лапки все. У них на конце лапок есть коготки сдвоенные. За них удобно цепляться. Раз. Два. Ну и задние лапы отведем туда. Вот туда. Раз и два. Так. Теперь давайте по одной лапе закреплять. Наверное, начнем задних. Накрепляем его просто в районе суставов крест-накрест лавками. Задние лапы мы закрепили. Теперь тоже самое проделаем со средними. Ну вот. С этой стороны мне никак не дается. Я потому что иголку поставил закрепляющую иголку не в том месте. То есть я поставил до ноги и она упиралась на нее. Сейчас мы исправим эту шипу. Вот так вот. Теперь нога должна легко пойти. Вот. Теперь осталось самое интересное. Это нам надо закрепить голову. Закрепить голову и расправить верхние челюсти. Я сейчас на некоторое время поверну голову не к себе. Чтобы немного удобнее. Потом покажу вам как это получается. То есть на самом деле точно так же крест-накрест. Только под головой я стараюсь ее приподнять. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Надеюсь вам видно. В любом случае сейчас я сменю объектив. Оставлю макро. И попробую снять все это крупным планом. Ну вот. Думаю теперь видно чуть получше. Собственно. Голова нашей жужелица. Постараюсь попадать в фокус. В глубину резкости. Задние лапы не симметричны. Она сейчас будет ход делать немножко. Секундочку. Ну вот я немного поправил задние ноги. Теперь они выглядят получше. Собственно вот такой вот жук у нас получился. Сейчас я еще покажу предыдущие жужели. Из которых я расправил ранее. Это жужелицо я расправлял позавчера. Одна. То есть она уже немного подсохла. И еще одна. Это просто на коврике полиуретановом туристическом. Всего я их расправил три. Этих я сегодня скорее всего буду уже снимать. И оформлять в коллекцию. Такой вот красивый. Красивые жуки. Очень яркая краска. Ну что же друзья. Вот и подошел к концу процесс расправки. Жук в принципе получился достаточно хорошо. Очень красивый позав. Может быть немного не естественно. Ее нужно лежать пониже. Ну мне нравится так. Спасибо что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть какие то вопросы. А возможно советы. Пишите пожалуйста в комментариях. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok